МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Первый день осени, но все еще каникулы. Учебный год стартует завтра, а на уходящей неделе в регионе провели большой педсовет. Определили планы и наградили лучших. Современное медиапространство. Писать легко, доступно и объективно. Представители региональных СМИ обсудили тенденции и подачи информации на электронных ресурсах, в печати и телеэфире. Человек на земле. С любовью, даже самая трудная работа в поле, в радость. Герой очередного материала из цикла «Человек года» тракторист-машинист Николай Остапович. Подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Гомеле прошла августовская педагогическая конференция. Ее участниками стали учителя и руководители региональной системы образования. Всего около тысячи человек. О достигнутых успехах и поставленных на новый учебный год задачах узнали наши корреспонденты. Перед началом официальной части выставка учреждений образования региона. Здесь и работы учащихся, посвященные Году Малой Родины, и демонстрация современных возможностей отрасли. Развитие творческих способностей и компьютеризация, как одни из составляющих конечного итога работы сферы образования. Школьники области активно демонстрируют свои таланты в самых разных направлениях. И, что важно, достойно представляют регион на мировой арене. В прошлом учебном году Ирина Гончаренко подготовила победителей международных интеллектуальных соревнований в Испании, Великобритании и Малайзии. Как отмечает учитель, главное в работе педагога – безграничный интерес к своему делу и желание совершенствоваться. Мой принцип – никогда не ограничиваться рамками урока. То есть постоянно жить, работаясь, жить детьми, заниматься с ними в любое время суток, отвечать на все их вопросы, учиться вместе с ними, самосовершенствоваться, потому что наш мир не стоит на месте. Соответственно, если я заторможу, то притормозят и дети. Учащиеся региона, к слову, показали лучший за последние пять лет показатель на заключительном этапе Республиканской Олимпиады. На их счету 101 диплом и первое место среди областей. Всего с учетом республиканских конкурсов около 450 дипломов. Такой результат невозможен без ежедневного труда педагогов. Лучшие из них получают заслуженные награды от Гомельского облсполкома, областного совета депутатов и Министерства образования. В благодарность за многолетнюю плодотворную работу нагрудные знаки «Отличник образования». Почетное звание присуждается двум представительницам системы образования региона. Я безмерно горжусь тем, что мой скромный труд является частью великого дела в подготовке нового поколения учителей, воспитателей, тех, кто закладывает будущее нашей страны. У нас работают замечательные педагоги. Мы называем их учителя-учителей, ведь от них зависит, кто сегодня придет в школу, какие будут уроки, какой будет воспитатель, сколько любви и уважения, образования принесут они сегодня в наше учебное заведение. Тем временем речь не только о достижениях, но и о задачах на будущее. На главные аспекты во время своего выступления обращает внимание председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Прежде всего, это недостаток учреждений образования шаговой доступности в новых микрорайонах. Как отметил губернатор, проблему местные власти решают всеми возможными способами. В частности, будет распространяться опыт строительства детских садов на первых этажах новостроек. Первоочередная же задача для всех сотрудников отрасли – создание безопасных условий для детей. В Комельской области 1 сентября расплакнут двери 524 школы с обновленными классами, кровлями, инженерными сетями, санузлами, оборудованием для пищеблоков. На эти и многие другие подготовительные мероприятия засходовано 17,5 миллионов рублей. Кроме того, закуплено 20 школьных автобусов и почти 160 единиц технологического холодильного оборудования. Есть задача власти – ремонтировать школы, строить детские площадки, открывать секции, где каждый ребенок может реализовать свое право на качественное образование, проявить творчество, социальную активность. Токсерская задача от педагогов – создать в школах такую атмосферу физического и человеческого комфорта, чтобы дети шли туда с удовольствием и чувствовали себя как дома. Губернатор подчеркнул необходимость продолжить работу по внедрению современных стандартов безопасности, в частности, речь о системах видеонаблюдения. На этот год выделены средства на создание проектно-сметной документации для 24 школ. Важно обращать внимание на школьное питание, а также плановые медицинские осмотры, которые должны быть не однократными, а системными в течение всего учебного года. Детей необходимо приучать следить за своим здоровьем с самого раннего возраста. Дмитрий Котов, Олеся Руденкова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня последний день каникул. Уже завтра шумной ребятней наполнятся классы – цветами учительские столы. Конечно, не хочется прощаться с летом, но ведь учебный год – это прекрасное время для новых достижений, проверки своих сил. Да и просто для дружбы и счастья. Все школы закончили последнее приготовление ко Дню Знаний. И это не только обновленные кабинеты. Речь и о новациях в образовательном процессе. Как пример современного подхода к обучению – 69-я Гомельская школа. О традициях и переменах – актуальное интервью с ее директором Александром Машкаровым. Завтра начинается новый учебный год. Все с волнением ждут это событие. И дети, и родители. Я уверена, что администрация школы тоже. Думаю, что вы подготовились. Вам есть чем удивить и обрадовать и детей, и родителей. Расскажите, пожалуйста. Ну, я вам скажу, действительно, уже, казалось бы, из года в год мы проводим эти линеечки торжественные в сентябре месяце. Но каждый год это тоже определенное волнение. Все, что касается готовности, конечно, завтра мы с огромным удовольствием вот как раз на этой площадке встретим. А в этом году это 705 учащихся у нас в школе. Ну, и, соответственно, практически такое же количество, она иногда и больше, вмещается вот на нашей торжественной линеечке. Все, что касается подготовки в этом году, действительно, проведена колоссальная работа. У нас порядка более 50 кабинетов задействованы в образовательном процессе. Это, в принципе, вот та основа, которую мы готовим для учащихся. То есть все ремонтные работы, подготовительные, они выполняются в летний период. И, соответственно, участие в этом принимали и родители, и технические персоналы, и, конечно же, сами педагоги. На сегодняшний день у нас 100% готовность к учебному году. Много есть, конечно, того, что еще хотелось бы реализовать, но и достаточно много реализовано того, что было запланировано. Определенная, скажем, есть особенность нашей школы, что, и мое мнение, что театр начинается с вешалки, школа начинается с территории. Я думаю, вы убедились в том, что наша территория действительно выглядит по-своему, европейский стиль. И это очень нравится жителям нашего микрорайона, потому что, как бы мы ни хотели, но школа является социальным объектом. И для посещения и так далее. Поэтому, конечно, вот этот этап для нас не безразличен, есть целая программа. Ну и, соответственно, все, что касается внутреннего содержания школы, оно отображается с таким же подходом. Свой определенный стиль, свое отношение, своя религия, как я называю. Поэтому, все, что касается материальной части затрат, у нас порядка 45 тысяч в этом году истрачено средств, материальных средств, денежных средств на подготовку школы. Скажите, пожалуйста, а как ваша школа относится к использованию гаджетов во время образовательного процесса? То есть, с одной стороны, родители стараются увести детей подальше от этого, да, и занять их действительно спортом, творчеством. А как в школе к этому относятся? Все, что касается здоровья, оно неразделимо. Гаджеты и современные требования абсолютно поддерживают то, что сегодня на современном этапе используемые гаджеты могут иметь очень положительный эффект. По одной простой причине, что сегодня достаточно много программ, приложений, которые адаптированы под каждый практический учебный предмет. И это только дополнительные возможности. Мы даже предлагаем, но опять же, это финансовая составляющая, иметь возможность в каждом классе, у каждого ученика именно для образовательного процесса. Давайте не путать то, что использование гаджетов для развлечений, а именно полезность их при использовании дополнительной возможности именно в образовательном процессе. Вот школа будущего, да, это школа, куда дети приходят с планшетом, гаджетом, и учебник будет уже просто как дополнение, либо все-таки гаджет останется дополнением к учебнику? Я противник однозначно односторонности, потому что сегодня, ну, в равной степени мы перестанем читать книги. Но никто не убедит меня в том, что информацию, получаемую с обычного гаджета, можно сравнить с тем, когда ты просто читаешь книгу, когда ты анализируешь, это дает возможность совсем другого развития и восприятия. Поэтому должны использоваться абсолютно разные формы, они должны и имеют право на то быть. Главное, какой эффект от того, что используется, дает возможность человеку в развитии. Поэтому, конечно, здесь, я думаю, все будет меняться, все будет только развиваться, но все равно основа как-то останется. Книги не уйдут, вот, но, может быть, немножко поменяются формы, мое мнение. Ну, тогда нам остается пожелать, чтобы все изменения, которые будут происходить в вашей школе, они были позитивными, они на ура воспринимались и детьми, и родителями, и чтобы педагоги тоже умели, владели современными технологиями, тоже немаловажно, да, чтобы они могли синтезы это разумно соблюдать. Вы абсолютно верно подчеркнули маленькую проблему, что наши учащиеся идут немножко в использовании, в практике использования гаджетов чуть-чуть впереди. Учителя немножко, а тем более учителя уже с опытом работы, им приходится перестраиваться, и это необходимо, то есть нужно вместе с ними расти, развиваться, и тем более приобретать навыки использования современной техники в образовательном процессе. Спасибо вам большое, Александр Валерьевич, за очень интересную беседу, и поздравляем вас с началом учебного года. Спасибо огромное. Всем завтра хорошей погоды, солнечного настроения. Ну, цветов, я думаю, будет достаточно, которые украсят все линейки во всех учреждениях нашего города, области и республики. Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Уходящая неделя в Гомельской области проходила под знаком благотворительной акции «Соберем портфель первокласснику». Так, с приятными и полезными подарками многодетную семью Мушковец посетил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. У Татьяны Мушковец четверо детей. Двойняшки Женя и Егор в этом году станут первоклассниками. Сын Рома пойдет в третье, а дочь Диана в пятый класс. Каждому от губернатора портфель со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. Комплекты к новому учебному году вручили и приемной семье Барсуковых из агрогородка Золотой Рог Ветковского района. С подарками к ним пришли помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и заместитель председателя облсполкома Владимир Привалов. Родные братья Артем и Рома на воспитании семьи Барсуковых уже 4 года. В этом году Артем станет первоклассником, а вот Рома свой первый школьный звонок услышит только через год. Но так случилось, что визит представителей власти совпал с его шестым днем рождения. И поэтому подарки достались обоим братьям. В рамках областной благотворительной акции школьные портфели со всеми принадлежностями получали дети из многодетных, приемных, а также неполных и малоимущих семей региона. Современные ясли-сад более чем на 80 мест открыли в Гомеле накануне Дня Знаний. Для детей закупили новую мебель и игровое оборудование, современную аппаратуру для занятий музыкой. На территории оборудовали специальную зону для обучения детей правилам дорожного движения. Следить за безопасностью поможет система видеонаблюдения. Руководство города также передало учреждению денежный сертификат на закупку спортивного инвентаря. К слову, с открытием ясли-сада в городе появилось 30 новых рабочих мест. Всего в Гомеле работают 129 дошкольных учреждений. В новом учебном году их воспитанниками станут более 24 тысяч детей. Подарок предстоящему дню сотрудника органов предварительного следствия. В Мозыре открыли отремонтированное здание районного отдела Следственного комитета. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета Беларуси Иван Наскевич, председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей, представитель регионального ведомства и местной власти. С открытием нового здания сотрудники Мозырского районного отдела получили и новые возможности для своей деятельности. На проведение реконструкции потратили около 2 миллионов рублей. За эти деньги смогли оборудовать в том числе помещения для проведения дознания. Сейчас в Гомельской области остались всего 4 отдела, которые не имеют собственных отдельных помещений. Это Жлобинский, Речицкий, Лельчицкий и Брагинский. По словам председателя Следственного комитета Ивана Наскевича, в ближайшее время эта проблема будет решена. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе завершается строительство комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков. Он включает в себя установку гидрокрекинга, производство водорода и серы. Всего 21 объект на территории завода. Сейчас идут пусконаладочные работы. Весь комплекс позволит значительно увеличить выход светлых нефтепродуктов, например, бензина и дизельного топлива. Работа уже выполнена на 97%. Параллельно идет обучение специалистов для обслуживания нового комплекса. Подача информации на каждом ресурсе должна быть уникальной. Случается, что, например, телевизионная новость не вызывает интереса у пользователей интернета. То же самое и с газетными текстами. Цифровая платформа – это универсальная возможность заинтересовать своим контентом аудиторию. Но не все СМИ достигают здесь успеха. Почему? Об этом рассуждали представители государственных средств массовой информации на семинаре взаимодействия электронных и печатных СМИ в условиях конвергенции в региональном медиапространстве. С подробностями Марина Джалая. Первая часть встречи прошла в издательском доме «Гомельская правда». Развлекая, информируя такой короткий и, на первый взгляд, простой секрет лояльности читателей в виртуальном пространстве. Одна и та же новость должна звучать и выглядеть по-разному в зависимости от того, где она размещена. В социальной сети нужно выкладывать интересный, максимально короткий вариант и яркие фото. Никаких длинных отчетов и статичных снимков. Только то, что сразу зацепит целевую аудиторию. Причем надо понимать, что у каждой соцсети свой возрастной и даже территориальный контингент. Самая популярная у белорусов – ВКонтакте. На втором и третьем местах – Одноклассники и Фейсбук. Зарабатывать деньги на контенте, который размещается в социальных сетях, не так просто. Финансовый компонент формируется чаще на собственных сайтах изданий. Но соцсети – это возможность наращивать аудиторию. Например, на страницах групп ВКонтакте или Одноклассников можно публиковать анонсы, выборочную информацию, фрагменты видеосюжетов, а также поддерживать обратную связь. Таким образом, у целевой аудитории появится мотивация увидеть полный оригинальный материал по телевидению, либо целиком прочитать газетную статью. Понятное дело, что самопечатное издание уже не всегда может быть не то, что популярно, но пользуется спросом у читателей. Все больше людей обращается за информацией в интернет, в радио, в электронные СМИ. Поэтому помочь им адаптироваться в этом мире современном, подсказать, может быть, основные пути движения, то, что обратно вернет им читателей, позволить быть более конкурентоспособными и интересными для всех. Продолжился семинар в телерадиокомпании «Гомель». Заместитель директора Дмитрий Денисов провел гостей по студиям. Руководители редакции районных газет узнали, как создаются теленовости, сколько требуется времени на написание и монтаж сюжетов, ознакомились со спецификой работы дикторов и особенностями проведения прямого эфира. Кстати, именно в эфирной студии прошла следующая часть встречи, в которой принял участие председатель белотелерадиокомпании Иван Эйсмант. Он рассказал о том, как сейчас развивается БТРК. Основное внимание – тонкостям взаимодействия печатных и электронных СМИ. Разумеется, на уровне республики проще найти оригинальную информационную нишу, которая бы заинтересовала и телезрителей, и поклонников интернет-версии. Но это могут делать и районные газеты, и некоторые удачно демонстрируют. Например, снимать небольшие видеоролики, проводить стримы, и это сразу влияет на рейтинг издания. Понятно, что в современном медиапространстве ставка на универсального журналиста. Просто уметь писать газетные или телевизионные тексты в сегодняшних реалиях мало. Журналист сейчас – многостаночник, который способен постоянно учиться, совершенствоваться, моментально ловить новые тенденции и буквально следовать за своим читателем. Давать информацию правдивую, актуальную, но делать это легко, увлекательно, просто. Но вместе с тем, например, работа в интернет-пространстве, раскрутка своих страниц в соцсетях будет в разы эффективнее, если этим занимается отдельная редакционная команда. Ее задача – контактировать с аудиторией, следить за медиатрендами и мгновенно реагировать на информационные требования читателей и зрителей. Со временем, как я считаю, границы будут стерты, телевидение уже в интернете, и это будет, в общем-то, все станет одной большой массой, не будет иметь такого значения. Но пока, в общем-то, нам всем нужно подумать над тем, чтобы мы там присутствовали в обязательном порядке. Особенно это касается руководителей печатных СМИ. Перед ними большой, так сказать, выбор – закрыть печатную версию, может быть, уйти в интернет. Не хотелось бы все-таки, чтобы это случилось, потому что газеты есть газеты. И еще один важный акцент. В погоне за рейтингами некоторые СМИ не гнушаются фейковыми новостями или громкими провокационными заголовками. Но надо помнить, что даже самый состоятельный рекламодатель не доверит рекламу своих товаров или услуг изданию, которая правдивость и объективность подачи новостей ставит далеко не на первое место. Марина Джала, Валерий Габанько, Новости недели. Далее в программе – материалы с цикла сюжетов, посвященных обладателям премии Гомельского облсполкома «Человек года». В номинации «Человек на земле» по итогам работы в 2018 году победил тракторист-машинист открытого акционерного общества «Бобовский» Жлобинского района Николай Остапович. С «Человеком года» встретилась Елена Троценко. Во время уборочной главная утренняя новость для сельчан – прогноз погоды. Как только тучи раступаются, комбайнеры, трактористы сразу же включаются в дело. На полях сельскохозяйственного предприятия «Бобовский» – одного из лучших в Жлобинском районе – трудится Николай Остапович. Это его универсальный погрузчик «Амкадор-342С» ловко справляется с соломой третикали в рулонах. С детства люблю технику. В школу ходил батьку, мотоцикл купил, машина. И так оно пошло с техникой, связанной постоянно. Любовь к тяжелой технике еще с армией, когда служил танкистом. Наверное, потому многоцелевая машина «Амкадор» весом почти в 12 тонн под уверенной рукой Николая Остаповича так лихо выписывает кренделя. При этом сначала легко собирает в тракторный прицеп, а потом разгружает, укладывая в аккуратную скирду почти полтысячи рулонов за смену. Не разорвет ни единой бечевки, сохранит форму каждого свертка соломы. Человек добросовестный, в технике относится бережно. Всегда на мехпарке и в хозяйстве он пользуется авторитетом. 31 год Николай Остапович трудится в сельском хозяйстве, а первые шаги в профессию делал на малой родине, в деревне Дуброво Лельческого района. В Бобовку на Жлобинщину приехал, как говорится, молодым супругом, родителем и водителем. Юная красавица-жена, дочери Олеси 4 месяца, стажа за рулем 3 года. На этой улице агрогородка Бобовка в 1986-м возвели 100 кирпичных коттеджного типа домов. Переселенцы из мест, загрязненных радиацией в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, преимущественно из Наравлянского района, начинали здесь новую жизнь. Вместе с ними в 90-е привыкала к новым условиям и семья Николая Остаповича. Дом-то был готовый уже, строился он для переселенцев, но те, которым не могли ужиться на земле, они уезжали и оставляли дома. Наверное, все-таки не только дом, но и любовь к земле оставляла человека в деревне. Именно тогда Николай из-за баранки автомобиля временно пересел в трактор. Да так и остался, понравилось. От машинно-тракторного парка зависит в хозяйстве, если не все, то очень многое. И подготовка почвы к севу, и своевременное кормление животных на ферме, и уборка зерновых, и заготовка кормов. У него нет слова нет. Любой поставленной задачей или любой просьбой он тоже готов сделать, выполнить, как требуется, даже намного лучше. Даже может он подсказать, что можете сделать не так, как вы говорите, а сделать вот так, и будет лучше. Встречаясь с журналистами, Николай Остапович всякий раз отмечает. Награды, звания – это, безусловно, приятно. И непременно добавляет. Я сам ничего особенного не сделал. Приятно, гордость все-таки выбрали. Я не ожидал, допустим. Конечно, заслуга не лично моя. Заслуга коллектива, семьи. Обостренное чувство ответственности за то, что он делает в профессии – это и есть призвание Николая Остаповича. Его желание в том, чтобы деревня процветала, чтобы сельчане жили достойно, и никто не сомневался в преимуществах деревенской среды. Жить счастливо можно всюду. Главное – в ладу с собой и с людьми заниматься любимым делом на земле. Елена Троценко, Сергей Лукашевук. Новости недели. Жлобинский район. Корейская киноиндустрия – одна из немногих в мире смогла-то двинуть в сторону Голливуд у себя дома. А также на протяжении уже многих лет она поставляет на международные кинофестивали и в международный прокат отличные картины. Убедиться в этом в очередной раз смогли гомельчане. На неделе в областном центре прошел настоящий корейский кинофестиваль. Новости с красной дорожки в нашем культурном обозрении. Корейский кинофестиваль И на каждом аншлаг. Все фильмы по традиции демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Гомельскому зрителю представили также биографический фильм «Дон Джу. Портрет поэта» и анимационную ленту «Дорога под названием Жизнь». Что в шкатулочке таится? Ответ на этот вопрос можно найти на выставке коллекции декоративно-прикладного искусства из фондов музея Дворца Румянцевых и Паскевичей. Музыкальные, дорожные для хранения ювелирных изделий и писем. Экспозиция демонстрирует шкатулки на любой вкус и погружает зрителей в волшебный мир красоты. Шкатулки и табакерки из семейного собрания семьи Паскевичей, которые сейчас хранятся в фондах Эрмитажа, представлены здесь на фотографиях. Самые различные размеры, форма, материалы, а также отделка. Внутри и снаружи эксклюзив. А как иначе, ручная работа. Красота нереальная, но современным девушкам остается лишь завидовать. Ну да, давайте с вами отправимся в соседний зал, там тоже открыли новую выставку. У нее лирическое название, я смотрю на старинное фото и времен не теряется связь. В экспозиции музейное собрание фотографий, посвященных гомельчанам. Начальный блог рассказывает о жителях дореволюционного Гомеля, затем десятилетия за десятилетием зритель наблюдает за изменениями во внешнем виде и даже взгляде гомельчан вплоть до 90-х годов прошлого века. Здесь можно запросто найти своих родных или знакомых, отыскать здания, которые сохранились в Гомеле и сегодня, или увидеть старый город, на месте которого сейчас возведены многоэтажки, проложены дороги и построены мосты. И небольшой анонс культурных событий недели предстоящей. 2 сентября в картиной галереи Гаврила Ващенко состоится открытие выставки дипломных работ выпускников Гомельского художественного колледжа. Там же 5 сентября презентуют экспозицию эпохального мастера Павла Пикассо «Параграфы». Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова